всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 20 января как всегда традиционный вот такой небольшой видео обзор наших комментариев потому что есть вопросы на которые можно просто ответить да и нет и для этого не снимать видео версию ответа так ну вот про эти стаканчики все некоторые люди пишут что зачем делать вручную вот эти стаканчики когда есть в магазине ну правильно отвечает даже если есть магазины с море продукции для огородника стаканчики например надо удешевлять продукцию просто люди не задумываются что кто-то выращивает кому-то нужно 20 стаканчиков а кто-то если хочет немножко еще получить какой-то дополнительный доход может ему нужно 200 или 2000 стаканчиков тогда вот эти самодельные стаканчики они очень удобные и многие те кто массово занимается они делают стаканчики вручную потому что на стаканчиках действительно можно разориться вот галина корчуганова спрашивает а как поливать это вот про подогрев про подогрев грунт своими руками тут тоже люди не задумываются что мы подогреваем в самом начале сезона вот в сам при самой при высадке когда еще нет никаких поливов ничего но естественно для того чтобы полить нужно просто общую линию которая идет туда к огороду я уже прошлом году про это говорила выключите все вот я когда иду работать в теплицу или что я в обязательном порядке проверяю не работает ли у меня нет ли у меня там провода который идет теплицу и выхожу только после того как обесточу все эти днем он не ну днем он не нужен даже вот это у меня были инфракрасные конечно только ночью работает когда там никого нет и с поливом вот многие же пользуются подогревом грунта как то же они обходятся ясно что летом он у нас как время массовых вот этих поливов он у нас не работает не будет работать но я ничего насчет этого еще сказать не могу потому что я только-только сделала ни разу им не пользовалась а вот оксана пишет про этот комментарий что она еще несколько раз утверждала что в первыми надо ранее скороспелые сеять в первую очередь так тоже готовится к сезону вот спрашивают где купить такие лотки специально не отметила чтобы не пропустить эти лотки мы покупаем в нашем городе потому что у нас предприятие это находится в нашем городе но вообще лотков очень много в садовых магазинах всяких разных я только хочу дать совет что лучше не покупать белые я вот столько раз зарекалась их покупать весной когда мы работаем с рассадой обычно и в перчатках все в земле на них остаются такие не некрасивые вот эти черные отпечатки их приходится постоянно протирать не очень эстетично выглядят белые лотки с темными лапами садовника с отпечатками надо брать терракотовые коричневые вот зачем кто придумал вообще делать белые лотки садовые для работать с землей мне очень странно вот татьяна барина вот уже не отметила чтобы ответить спрашивает у этих лотков есть поддоны когда стекает вода даже в малом количестве не бывает или не бывает лишний от слабых поливов у меня уже много лет вода вообще не стекает я научилась так поливать как я называю оптимальный режим полива только только то что нужно растениям никакой лишней воды не стекает а вообще вот к этим лоткам есть поддоны но я поддоны не беру потому что это очень дорогой вариант он сам лоток 70 рублей еще поддон 70 рублей вы как ну кто видел в прошлом году у меня летом у меня они кучами стопами я беру упаковками по 40 по 50 и взять поддон то же самое что взять лишний лоток но вообще изначально когда я только выращивала немного рассады для себя там я когда для себя для личного пользования высаживала томата я всего по 700 800 кустов выращивала ну чтобы соки пасты там все сделать и тогда у меня вот эти поддончики были они сейчас у меня есть вы в некоторых видео у меня увидите я питунью когда выращиваю вот эти маленькие коробушечки стоят на этом лоточке потому что отдельно их по одной штучке мелкие выносить теплицу неудобно поддоны есть но из-за дорогой цены я их не приобретаю не рентабельно считаю поддоны я уже научилась без них выращивать так питунья алтай теплица вот пишет приглашаю к себе на канал ой если честно некогда переходить на канал и время нет вообще никакого вот черный шоколад екатерина гуськова пишет сажая уже четвертый год мой любимый томат высокий мышный куст плоды весят кистями очень сладкие до черный шоколад очень хороший так сутки напролет это если не понижать температуру на ночь нужно ли под это просветкой перезвоню так вот проводку когда я рассказывала что и людмила бровки напишет с такой водкой как сейчас жечь можно спокойно у меня семена лука вообще померли такая же ерунда последний раз когда я пыталась обеззаразить семена томатов нет перцев по моему водкой у меня ни один из сортов замоченных именно водки не взошел так что с водкой осторожнее особенность той который у нас в магазине у нас вот в глубокой провинции мне кажется в магазине водка продается вся не как она называется не короче контрафакт не знаю как ее еще назвать так вот пишет не на бабушка всегда высаживала по женским дням считаются благополучными во вторник и четверг нежелательно считалось что земля может зачервивить появятся блохи какие я не знаю блохи на растениях что ли и вот пишет про это как хорошо что вы пришли к тому что будете блокировать склочников это вот про тоже ну про этих и сегодня вот сейчас в конце расскажу вам как уже начали подделывать и мне тоже не очень нравится когда используют мое имя используют мои фотографии знают что люди верят мне и пишут всякую билиберду от моего имени еще присобачивают мою фотографию очень неприятно там такой текст безграмотный сейчас в конце вам покажу я уже сняла маленькая видеоролик видео разоблачение мне не жалко когда пользуются моими материалами там статьями фотографиями но не нужно писать неграмотный текст и говорить что это я там уже комментарии пишут что вы наверное поторопились не перечитали что все с ошибками но я так априори не могла написать я даже мне кажется в любом любой торопливости я все равно не смогла бы такой ужасный текст написать я вам прочитаю потом ну вот про это же что не одно не доходит послушала не понравилось но выключи не пиши всякие там да портит настроение нам весной залазят тут всякие гаденыши и вот она кто-то пишет много лишнего пишет для вас много лишнего может вы садовод со стажем а которые начинающие после каждого просмотра что-то новое тут конечно на вкус и цвет товарища нет вот владимир дмитрюк еще один из самых умных пишет видео не для начинающих а для ботанов всю картоху надо резать или надо резать на картошке тысячи глазков ну конечно на тысячи кусочков раздробить и ничего не получишь не люблю когда такие безграмотные тексты пишут и пытаются кого-то научить но сначала бы сами обучились чему-то так вот про петруша огородник пишет интересно комментарии купила несколько дней назад семена этого сорта признаюсь что честно купила только из-за названия моего любимого зовут пётр лучше своего любимого она купила томат петруша огородник он тоже огородник а оказывается и томат неплохой будем выращивать вот про этих толстоногих когда я снимала видео толстоногие томаты евгения вахнина пишет а какие они на вкус по моему кисловатые ну это как какие вы захотите захотите кисловатые будут у вас кисловатые захотите сладковатые будут сладковатые у всех получаются разные никогда один сорт даже в разных руках не получается одинаковый а тем более во всех скопом толстоногих которых вот у меня только 30 или 40 сортов вы всех сразу одну кучу свалили и рык кисловатые нет это не так среди них есть хорошие сладкие ну конечно нужно потрудиться чтобы получить хороший и вот еще один иван иванов пишет дослушал до того что самые сладкие это желтые и оранжевые это пипец самые кислые но вероятно вам не повезло или ручки у вас не такие не знаю я оранжевые томаты особенно вот кенигсберг золотой эти алтайский оранжевый медовая капля это же самые сладкие самые вкусные томаты ну значит вы так их выращиваете не знаете ли у вас земля другое содержание так раиса пишет набрала хорошей земли скротовников мне все интересно вот про этих кротов пишут что можно ли набирать там скротовых вот этих кучек горок землю но я не знаю у нас если честно кротов нет наверное холодно что ли у нас но вообще люди многие пишут что набирают что она такая пушистая они ее до нас все перетерли своими ладошечками все пересеяли все вот так вот вот и она наверное очень хорошая я бы тоже кротовые земли набрала но у нас нет вот пишет они нарыли много кучи земля из под дерна конечно это подойдет из под дерна конечно она пишет уже конечно купила компост биогум с разные добавки еще куплю грунт для рассады и от лариса приставка пишет у вас отличная земля получится тоже собираю собираюсь собирать землю после кротов но у нас нет кротиков пусть бы кротики за нас поработали об с удовольствием они бы ее мяли пушили а я бы забирала так это вот пишут что послали какой-то мне сорт органза я таких не не видела вообще цен размножишь у людей будут не по 64 тысячи а по 20 рублей там какие-то цены измеряются в тысячах за эти томаты но я не знаю где вообще их выращивают и как их вывели такие как на вес золота ну посмотрим вообще если идти по той схеме как вот мы про монгольского карлика говорили когда он был помните еще 100 рублей за пачку как говорить про банановые ноги которые сейчас до сих пор 80 рублей пачка скорее всего любой томат берут и решают вот этот томат будет у нас по 2000 за пачку и начинают делать агрессивную массовую рекламу чтобы люди покупали и действительно этот томат превращается в редкий в дорогой но не знаю это у меня такие подозрения что не могут быть томаты на порядок дороже своих собратьев ведь все они примерно одинаковые у всех у них примерно одинаковый вкус нет же томатов с золотыми семечками посмотрим что за органза вырастим конечно все вам покажу мне самой прям интересно что это за такой томат и вот опять же настена и настенька одно и то же или нет нет ни одно и то же я даже в прошлом году снимала специально отдельное видео потому что очень часто задаются этот вопрос нет это ни одно и то же у нас забайкали также как у вас время вот рыбы такой не найти нет у нас сейчас идет акция продается горбуша очень дешевая 149 рублей килограмм что ли вот эта вот красавица но у нас тоже не всегда редко бывает можно ли у вас купить семена с доставкой по почте я вот это не поняла вопрос а как еще какая доставка она она вся доставка по почте но сейчас пока прием заказов прекращен пока не разошли все заказы которые уже до этого юлия стовба пишет оля хочу уговорить вас садить черри это такая вкуснота в собственном соку пальчики оближешь дело в том что я солонину не очень я в свежем виде люблю я знаю что через ладки у меня что же когда-то были маленькие дети до того как они не превратились мужиков которые не любят черри мы и черри высаживали все и вот эту медовую капельку и ну короче черриков было много сейчас я просто не стала потому что дети кончились выросли вот про грунт опять я же начала опять говорить про подготовку грунта сегодня выпустил загрузила видео короче как готовлю тару как готовлю грунт и говорю что эта трудоемка но она оправдывается вот юлия говорит да вы как всегда правы свой грунт хоть и трудоемка но очень эффективно попробую докупиться когда идет массовый посев покупной грунт без гарантии и сильно бьет по карману я вот тоже если я себе не представляю когда я много выращиваю не сто с лишним лотков это вас в какую сумму вылился бы покупной грунт я даже не представляю сколько бы он стоило вообще стоило бы заниматься если бы грунт был покупной наверно нет наталья курцева пишет нравится ваш канал стараюсь делать все как вы что-то получается пока что-то нет желаем всем доброго хорошая идея опускать в подвал томаты я никогда не опускала в подвал помидорки в этом году сделаю яблоки первый раз спустили едим витамины свои мы тоже раньше яблоки опускали ящиками я прям бумажечки заворачивала опускала а сейчас вот говорю мы вдвоем остались и вроде такого спроса уже у нас нет нам не надо столько яблок и одну яблоню мыши еще съели короче я теперь вместо яблок опускаю помидоры вот пишет елена живагу еще можно заказать семена только не знаю с чего начать смысле сортов у нас в московье смотрите вы сможете написать мне еще раз на электронную почту когда я все эти заказы разошлю концу концу января и летние зимние по плану закончится рассылка и 1 февраля я буду ну как предлагать вот эти оставшиеся останутся скорее всего только толстоногие никаких ни не редких не экзотических сортов будет очень мало мои сибирские вот эти толстоногие они каждый год остаются и я каждый год это практикую в феврале в марте кто вот высевает неравными для теплиц я еще делаю рассылку но уже так в небольшом количестве только по личному согласованию по переписке потому что там уже массового нет какие сорта посоветуете для хранения я завтра постараюсь выставить видео прошлогодние я там снимала какие для хранения какие для консервации какие лучшие салатовые все это было в прошлом году в январе рассказано и рассказывала все подробно сейчас еще раз возобновлю вот этот видео серию как выбирать томаты какие для чего и так погоду сейчас уберем ой все так а рецепты заготовок есть спрашивают на этом канале есть плейлист огородная кулинария и там очень много различных рецептов и борщевые заправки и как я солю десертные томаты все так про черри на помидорах черри нужно удалять пасынки или нет вообще черри вы можете формировать так же как все индотерминантные томаты а ну опять же черри какие они будут у вас низкорослые или высокорослые если высокорослые черри их формируют так же и везде написано что ведут в один ствол и удаляются пасынки но так как там мелкие томатики я уже всегда говорила если томат мелкий и если дополнительные пасынки нам не угрожают то есть мы убираем дополнительные пасынки у крупных для того чтобы плоды не мельчали чтобы они были отборные а так как черри они и так мелкие я не удаляю пасынки ну как ну не совсем не все а оставлять могу даже три или четыре ствола я даже на томате штраух он же тоже не очень крупный он такой как 100 граммовка 100-120 я даже на нем отставляю четыре ствола а в медовой капле я вообще один раз оставила шесть стволов они мелкие они что на одном стволе мелкие зато когда оставляешь несколько пасынков он вроде получается как гуще он весь увешан кистями но я считаю это личное дело каждого если вы решите что в один ствол вы будете вести это будет правильно а если оставите два лишних пасынка то это будет правильно потому что томат мелкий ему это не повредит нисколько даже Лариса Воронова пишет пересмотрела ролик и прочла комментарии прошлый год была та же проблема удивила одну неужели у процветка закончились подписчики так навязчиво его здесь рекламируют да не то что рекламируют еще ссылки вставляют идите на процветок посмотрите у меня бы даже мысли не возникло например куда-то зайти на какой-то канал и по ссылке рекламировать свой или чей-то вообще ну я на это не обращаю внимания кто хочет туда и идет так Ирина Богок летом в течение месяца посмотрела постепенно стала понимать что к чему в том числе читала комментарии чтобы найти нужную информацию но вот в том то и дело когда читаешь и комментарии все оно все складывается так ну вот Лидия пишет из Харьковской области сажала Демида Демидов я хочу вот на этом остановиться и объяснить и Лидии всем да очень красивые и прочные кусты и плоды розовые крупные ровные плоскоокруглые но вкус так себе посредственно не соответствует красоте куста и плода это мое личное мнение есть и другие сорта красивые и очень вкусные Лидия вы не забывайте что Харьковская область Харьковская область и например Сибирь вот у нас Сибирский регион или там Коми АССР мне присылают есть конечно и вкуснее есть и лучше но есть такие регионы где кроме таких вот как Демидов например другие неприхотливые сорта ничего не успевает вызревать и вкус у всех одинаковый как вы говорите посредственный вот такой вот потому что Демидов для того его и выводили чтобы он выручал нас вот в таких в неблагоприятных условиях конечно есть другие хорошие сорта но их нужно или в более теплом климате или в теплице или очень-очень приложить много усилий чтобы у нас он в Сибирском регионе вызрел и был сладким иногда попадается такое дождливое лето неблагополучное для томатов что у нас любые сорта вкус посредственный но это лето на лето не приходится теперь я сейчас покажу вам вот про это безобразие кто-то короче меня видите присобачил так вот написано тепличное хозяйство 33 подписчика подписаться и уже кто-то ну вероятно и подписывается и вот здесь что меня смущает вот это где колокольчик и по-моему фотография это моя я не знаю вообще как это тут и для чего это делается меня вот что поразило кто смотрит меня и все знают мой как стиль и мой слог вот от моего имя написали что как будто я указала лучшие томаты 2020 по моему мнению и пишу всем привет вот с вами я Ольга Чернова и пошло все одним предложением без никакой красной строки никакой точки никакой заглавной буквы ничего вот этот кирпич вот такой вот выложили это типа как будто я написала ну вообще и тут тенденция у нас в магазинах вытесняется ртовые мать их которых можно сыграть свои семена вообще ужас я прочитала у меня волосы дыбом вообще как может человек это такой текст из себя вот пишет просто у меня была игрушек розовая груша желтая вот увидела груша красный я хочу груши всех у меня нет оттенков так потом и где-то здесь от мужского лица окрошечным вот держи окрошечным вот этому вот по маленьким порциям си все сорта которые она и вы и шапочка и малиновые и мякоть и полосы я вообще иногда даже не могу понять что здесь написано и главное много-то всего вот пишут 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 так лимон вот смотрите я не успела их в каталог внести вовремя теперь я на ус намотал и ошибки свои исправлено на будущий год короче я прошу вас всех умоляю если увидите вот такой несуразный текст ну вы ради бога не верьте что это я писала у меня вся моя информация или канал ютуб Ольга Чернова огородная азбука или группа огородная азбука Ольги Черновой так дело в том что вы понимаете просто есть же уже и комментируют вот мне и прислала Глупцова Ирина что я обидна что люди действительно воспринимают что это как будто бы я писала и вот уже есть комментарии так которые пишут вы видимо очень волновались и торопились поскорее донести до читателя свою боль поэтому не перечитали текст но это мне очень неприятно конечно еще раз посмотрите или такое или что-то другое будет у меня нет никакого ни сайта ни страницы тепличное хозяйство у меня нет ничего этого пожалуйста не не верьте что это я я я так написать не могу я с ума бы сошла если из-под моей руки вышел такой текст это что вообще ну все в прошлом году было то же самое открывались какие-то страницы какие-то садовый мир какие-то азбуки другие еще и прям огородная азбука из моей фотографии была только с количеством подписчиков 20 вы все прекрасно знаете вот видите 33 подписчика если вы заходите на страницу и там мало подписчиков то это подозрительно у меня 140 тысяч с лишним и если 33 подписчика 123 подписчика это ясно что страница не моя а новодел только что сделанная в прошлом году я говорю весной я много прям я не знаю как с этим бороться куда обращаться я ничего конечно делать не буду скорее всего потому что мне это не по силам я не настолько тоже вот в этом деле как сказать образована не знаю но появляются эти фейки у всех они появляются дело в том что пожалуйста различайте где мой материал а где нет потому что могут написать такую ерунду а вы подумаете что это советую я я просто мне даже неприятно за то что кто-то подумает что это все мое все до свидания будем но это люди может быть я даже не знаю с какой целью может быть что они думают что денег на этом заработают или как-то хотят раскрутить свой какой-то канал пусть я не против пусть видео выставляют мои пусть выставляют мои статьи но действительно мои скопированные у меня с группы например я не запрещаю не копировать ничего но у меня полный осознанный такой текст грамотный вы его скопируете выставляете на своих страницах говорите что вот да по мнению Ольги Черновой не надо придумывать от себя вот эту вот я на уст намотал от мужского рода все до свидания желаю всем вам начать хорошо посевы чтобы все было удачно и я конечно не расстраиваюсь вот насчет того что кто-то пользуется там моим именем моим фотографиям я просто боюсь чтобы люди не подумали что я настолько безграмотна ну вот правда видите пишут наверное вы торопились и текст не перечитали со мной такого быть не может я текст свой всегда перечитываю все до свидания это не я это какой-то безграмотный человек до новых встреч